Здарова, народ! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Новый видосик. Наверное, скорее всего, это будет пока что блогик, чтобы порадовать вас новым видосиком, чтобы вы не скучали. Кто был вчера на стриме в пятницу, уже знает про новости, уже в курсе, что тут произошло немножко. Ну а кто не был, может перейти по ссылочке и посмотреть. Или я сейчас быстренько, кратенько расскажу, потому что стрим шел где-то минут 30. Я там частично отвечал на ваши вопросы. У меня, видите, появился вот такой вот зверь на стройке. На самом деле он у меня появился уже давно, наверное, года два с половиной назад. Все это время он лежал сначала в гараже, потом лежал здесь в бытовке, стоял. Я его использовал только один раз в прошлом году и один раз в этом году, когда делал на родительской квартире ремонт. Распиливал на нем ДСП под кухню, потому что там были немножко нестандартные размеры, пришлось их подгонять под площадь квартиры. Об этом чуть-чуть попозже. Наконец-то я перешел к гододелке вот этого южного крыла у меня. Сейчас оно выглядит вот так вот. Давайте, наверное, я поднимусь наверх. Расскажу вам все прямо на месте. Расскажу, покажу, что происходит. Так, немножко про освещение. Вчера вечером поковырялся с освещением, добавил сюда светодиодную ленту. Значит, здесь очередной облом. Эпический фейл, так сказать. Не получилось у меня запустить на одном 12-вольтовом трансформаторе, значит, светодиодная лента 12 вольт. Здесь светодиодная лента 24 вольта через DC-DC преобразователь. Вместе два светильника не работают. Работает либо через вот этот преобразователь, либо тот, который на светодиодной ленте. Что с этим делать, пока не знаю. Возможно, либо не хватает мощности блока питания, либо DC-DC преобразователь просто не тянет такое количество светодиодов. А, хотя нет, по отдельности они работают. Но, есть предположение, что он не тянет блок питания у меня, потому как DC-DC преобразователь может на себя оттягивать слишком много силы. Вот. Пока что с этим делать не знаю. Либо куплю отдельный блок питания на 24 вольта, либо выкидываю вот эти вот светодиоды, поставлю их где-нибудь в другом месте. А сюда просто наклею светодиодную ленту, как вот на том светильнике. Так. У нас три дня линд дождин. В пятницу я не приезжал. Вернее, в четверг я не приезжал. В пятницу. В пятницу была вчера. Вчера целый день ломила голову, причем не у меня одного, тут у соседа Сереги тоже такая же ерунда была. В общем, непонятно, что вчера было с погодой. Народа просто ехала крыша. А у меня она не едет, у меня она потихонечку строится. Вон Серега с мопедом ковыряется в очередной раз. В магазин ездил. Так. Залито. Значит, у меня армопояс. Вот так вот он здесь состыковался. Сейчас я пойду возьму шуруповерт, поскидываю всю опалубку. В принципе, времени прошло достаточно, я думаю, уже можно. Это сделать. Брус, который у меня заходит в монолит, был вот так вот загидроизолирован с помощью, по-моему, номер 18 мастика от Технониколь. Так, если сейчас найду банку, точно скажу, что это за мастика. Так, вон она стоит. Давайте я туда, наверное, пройду, точно вам расскажу. Значит, для чего это было сделано? Потому как Дерево и бетон разные по плотности, разные по, так сказать, паропроницаемости, чтобы, ну, как это сказать, чтобы дерево не тянуло влагу из бетона, я его покрыл таким вот гидроизоляющим слоем, иначе оно просто там через 3-4 года сгниет. Использовал вот такую мастику, а мастика номер 21 для кровельных работ и гидроизоляции. Очень мне понравилось, очень быстро сохнет, буквально через 15 минут уже финишная поверхность. Она образует такую, как бы, резиновую пленочку на дереве и, так сказать, полностью защищает дерево от влаги. Значит, кому полезно, пользуйтесь. Так, что еще? Значит, зачем я достал верстак? Пилю на нем брусочки, треугольные брусочки, для того, чтобы их прикрепить вот сюда. Значит, одну часть я буду крепить вовнутрь, другую часть вот сюда снаружи. Для чего они нужны? Чтобы у меня вот здесь вот образовалась такая вот плоскость под 45 градусов, потому что у меня скат боковой 45 градусов. Чтобы можно было здесь прострелить степлером вот эту вот мембрану и проклеить ее на двухсторонний скотч. Значит, для чего все это делается? Когда вовнутрь вот туда вот будет засыпаться эковата, чтобы эковата не ссыпалась вот сюда вот, вот в эту часть крыши и не образовала вот здесь вот такой вот, как сказать, бугор, чтобы она не надулась, как подушка и не перекрыла проход в воздух. Вот только для этого. Ну и давайте, наверное, я спущусь уже к верстаку Вольфкрафт. Да, верстак от компании Вольфкрафт. Если кому, значит, понравился верстак, напишите обязательно в комментариях, я сделаю у него отдельный обзор, потому что он у меня еще будет использоваться на городской квартире, на московской кухне на проекте. Там нужно будет пилить очень много ДСП, подгонять под размер. Так. Ну и давайте вниз. А, так, вот про эти шпильки, кстати, забыл сказать. Вот эти вот шпильки, они сейчас, я возьму машинку шлифовальную с отрезным диском, просто их отрежу и также через вот эту вот шайбу затяну здесь болтом. Шпильки нужны для того, чтобы прикрепить брус к армированному каркасу, который залит внутри монолитного бетона. Ну, как-то вот так вот. Мудрёно я все это сказал. Надо выделить какое-то количество времени уже, тогда, наверное, пойдут какие-нибудь очередные дожди и кинуть сюда, наверное, кабель 3х2,5 ГНГ. Потому что вот эти вот все удлинители, они ненадежные. Кабель на удлинителе, ну, точно не полторашка, наверняка 0,75, когда вот я тут варил сварочным аппаратом, подваривал в некоторых местах арматуру. Да, я знаю, что арматуру варить нельзя. Но арматуру варить нельзя, когда вы вяжете, допустим, монолитный пояс, либо, вернее, когда вот, короче говоря, занимаетесь монолитными работами, там, когда перекрытие делаете, либо фундамент делать, вот тогда арматуру нельзя варить. Ее надо обязательно ввязать, либо проволокой, я вот пластиковыми хмутами вязал свою пластиковую арматуру. Но здесь у меня нет таких высоких нагрузок. Здесь всего лишь идут на разрыв, по-моему, нагрузки. Соответственно, варить здесь можно. И почему, конечно, нельзя варить арматуру? Потому как она при сварке, на месте сварки, она хугеет и теряет несущую способность. Вот, но это мои предположения. Если кто-то думает по-другому, обязательно пишите об этом в комментариях. Либо у меня в группе ВКонтакте под видосиком. Так. Значит, про, про верстак. Про верстак. Вот это у меня брус. Здесь 650 мм в длину. Он как раз примерно средняя длина проема между балками. И что я делаю? Это 50 на 150 брусок. Ой, нет, 50 на 100 гоню. Другого под рукой не было. Можно было бы, конечно, просто полтинник взять. Но вот есть у меня 50 на 150, и я решил взять его. Как раз из него получается 4 части вот таких. Сейчас я вот это вот еще пильну вдоль. И, то есть, получается как раз вот 4 штуки из него. И чтобы мне, так сказать, на выходе, вот на крыле, получить, ну, так сказать, закрыть вот эти вот щели, соответственно, ну, давайте, нужно посчитать, сколько нужно. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 штук, короче, надо. 1, 2, 3, 4, 5, да, 6 штук. Ну, и здесь вот кусочки на углах небольшие. Прошла еще неделя. В общем, сегодня воскресенье уже. Я так понимаю, следующая неделя. Я уже сбился со счета. Не помню уже, когда начал записывать эту часть бложика. Короче, ситуация у нас следующая. Готово. Готово южное крыло. То есть, это сейчас выполнено. Подкладочный ковер прибит. Вот такую вот лестницу я соорудил, чтобы забираться наверх. По бокам смонтирован капельник. Сетка от насекомых. И поверх всего этого дела смонтирован отлив. Ровно получается 5 метров вот эти вот края у меня. И прям четко 2,5 планки сюда у меня хватает. Те, кто подписан на инстаграм, на группу вконтакте, видят поэтапные обновления по фотографиям. Кто не знает, значит, подпишитесь. Либо можно просто на сайте смотреть. В инстаграме, по крайней мере. Ссылочки на все это дело в описании. От тебя же хочу сказать, что я нереально устал. Я, можно сказать, без выходных вообще. У меня только в среду я езжу в офис. И, так сказать, отдыхаю от физического труда. Занимаясь трудом умственным. То есть, интеллектуальным. Сейчас, наверное, уже 9 час. Солнце садится. Ну, почти село. Все сворачиваю сейчас. Собираю инструмент. Все дела собираю. И еду домой. В пятницу привез кухню. Часть кухни. Поднял все это дело на квартиру. И, значит, по кухне будет продолжение. Отснято очень много материала. Там порядка уже, наверное, 150 гигабайт. Все это монтировать нету времени. Как только время будет, я начну это потихонечку монтировать и выкладывать. Поэтому нету видосиков новых. Что еще могу сказать? Ну, посадил вот небольшие изменения. Там посадил, соорудил такой небольшой парник. Высадил туда. У меня взошло из рассады 3 кустика арбузов астраханских. Не знаю, что из этого будет. Просто попробую. Такой решил эксперимент сделать. Ну, и, в общем, чтобы не затягивать этот бложек различной ненужной болтологией, хочу сказать, что надо еще купить будет черепицы. Скорее всего, это сделаю на следующей неделе. Добить до половины. Максимально возможно, сколько. И приступать уже к западному крылу. Времени, так сказать. Не очень много. Постараюсь выйти на график 5 недель на крыло. Надеюсь, что успею до холодов. Кому было интересно, подписывается на канал, оценивает видос. С вами увидимся, наверное, все-таки на стриме. Пока.